МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Елизавета Хмелёва. Своя доска почёта появилась у ведущих предприятий Республики. Сегодня её открыли в столичном сквере Чапаева и приурочили это событие к Дню машиностроителя. Профессиональный праздник будет отмечаться в предстоящее воскресенье. Почётные места на красной доске заняли предприятия победителей экономического соревнования по итогам 2011 года. Доска почёта на почётном месте, в самом сердце сквера Чапаева, который уже спешат запечатлеть на память. Это воплощение давней традиции. В советское время стенды, обтянутые красной материей, с передовиками производства появлялись сплошь и рядом. Как правило, у проходных или в холле. Сегодня доска почёта представлена уже в современном виде на публичной площадке, но всё так же на ней отличившиеся. 11 предприятий Республики будут на доске почёта ровно год. До следующих итогов. Я надеюсь, всё-таки состав лидеров будет меняться. И, соответственно, чем больше каждый год, ну, скажем так, гражданин, гость или житель города Чебоксар, сможет больше и больше расширять свой кругозор о том, какие предприятия у нас есть. Победители в этом состязании, говорят в комиссии, определяли по специальным методикам на основе стат данных и личных наблюдений. Оценивали производство, финансы и социальную значимость. Лидеров искали по пяти группам, в зависимости от числа работающих на предприятии. Самый первый, первым стал промтрактор «Вагон», победное место для которого не самоцель. Мы промышленное предприятие, которое работает не для того, чтобы участвовать в конкурсах, а для того, чтобы, скажем так, выполнять производственные программы, соответственно, как следствие, пополнять бюджет республики. Потому что в Канаше, допустим, не допустим, а конкретно мы градообразующие предприятия. И в масштабах республики являемся самым крупным налогоплательщиком. На сегодняшний день предприятие вышло на производственную мощность. Это не даёт повода сесть, успокоиться и больше ничего не делать. Потому что, как говорят японцы, к совершенству нет предела. Среди предприятий с численностью от 600 до 1500 человек – ЭКРА. Победа, безусловно, приятна и, что важно, заслужена. В планах – открытие новых площадок, увеличение объемов производства и новые рабочие места. Планируется в 2-3 раза увеличить производство нашего оборудования. То есть это шкафов, релиз защиты автоматики. Всё это делается на площадях Чебоксар. То есть производство всё расположено в республике. То есть думаю, что это достаточно серьёзный шаг с нашей стороны. То есть по развитию производства и в целом вообще для того, чтобы мы всегда оставались на первом месте, по крайней мере, если не в нашей номинации, то в других может быть. На доске почёта название победителя и краткая справка передовиков производства. Промтрактор, Промблит, Аконт, Сеспель, Ядрин Молоко, Канажский завод Резцов и другие. Своего рода золотой фонд экономики республики, который уже в следующем году могут пополнить другие предприятия Чуваши. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. В рамках кредитного договора с Международной финансовой корпорацией Чувашия получила кредит в размере 500 миллионов рублей на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений. Условия очень выгодные. Кредит долгосрочный на 8 лет, что позволяет равномерно распределить долговую нагрузку на республиканский бюджет. Привлечен в валюте Российской Федерации. Соответственно, отсутствуют валютные риски. И главная привлекательная процентная ставка. 9,3% годовых. Для сравнения, альтернативная процентная ставка по аналогичным долгосрочным кредитам в случае привлечения в кредитных организациях составляет от 10,5% до 14% годовых. Программа развития системы дошкольного образования, на реализацию которой и пойдут кредитные средства, предполагает строительство 47 детских садов общей сложностью на 7000 мест. Систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях модернизируют. Чувашия готова обновить все оборудование уже через три года. Сейчас необходимо изыскать денежные средства. Об этом во время рабочей встречи договорились глава республики Михаил Игнатьев и начальник Приволжского регионального центра МЧС Игорь Панчин. В очередной раз экзамен для системы предупреждения устроили во время учений по гражданской обороне. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Система оповещения населения в республике появилась 40 лет назад, во времена Холодной войны. За все эти годы оборудование не меняли ни разу, оно морально устарело. Чтобы сигналы о тревоге услышали как можно больше людей, необходимо установить современные передатчики. Сейчас система не подключена к цифровому телевидению. Сообщения ОЧС возможно передать только по кабельным и аналоговым каналам. Оповещение поднимает под собой это принудительно заставить человека для того, чтобы, услышав определенный сигнал, он включил возможные источники информации. Информирование – это все существующие информационные ресурсы, радио, интернет, порталы и так далее и тому подобное. Их на сегодняшний день очень много. Это второй момент. Но при попытке доставить до населения любого рода информацию, на сегодняшний день необходимо предусматривать все виды доставки информации, все виды информационных ресурсов. В Чувашии делается это очень достаточно на высоком уровне. Изъяны у системы оповещения есть, и ее необходимо модернизировать. В МЧС эту проблему поднимают на протяжении многих лет. Дело сдвинулось с мертвой точки после крымской трагедии. Заменить устаревшие системы планируют в каждом регионе, но дело не только в запущенной технике. Многие жители попросту не знают, что делать после того, как они услышали тревожные сигналы. Людей нужно обучать, причем уже со школьной скамьи. Инспекторы Госпожарного надзора проводят разъяснительную работу с муфтями, уже с православными церквями, что колокола теперь не только по праздникам должны звонить, но и в том числе и динамики, те, которые установлены на мечетях, в том числе и по чрезвычайным ситуациям уже должна пройти система оповещения. И вот эта работа, понимаете, она начинается, начинается, начинается. Работы по модернизации системы оповещения специалисты сейчас ставят на особый контроль. Трагедии, подобные Крымской, могут произойти везде. Но необходимо сделать все, чтобы они не приносили жертв. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Евгений Анисимов, Республика. Добровольные народные дружинники в помощь полиции. В республике они помогают сотрудникам правоохранительных органов следить за порядком на улицах и в общественных местах. Насколько весома их помощь и какие проблемы есть в их деятельности, обсуждали на совещании в Министерстве внутренних дел по Чувашии. Вновь созданные народные дружины вот уже 8 лет выходят наравне с сотрудниками патрульно-постовой службы на улице. Благодаря такому усилению удалось увеличить число мобильных постов и охватить многие городские территории. А буквально два месяца назад появились еще одни помощники полицейских. Это вовлечение в эту работу сотрудников частных охранных организаций. То есть эти сотрудники добровольно выходят на охрану общественного порядка в составе дружины городской. Их сейчас порядка у нас, по-моему, 10 человек. Кроме того, у нас взаимодействие в этой части с частными охранными организациями имеется в рамках работы единой дежурной службы. Результаты работы дружинников видно невооруженным глазом. В этом году с их участием сотрудниками полиции раскрыто более 50 преступлений, задержана почти дюжина преступников, выявлено свыше 4 тысяч правонарушений. В рядах народной дружины работают студенты, служащие предприятия и организации, пенсионеры, органы внутренних дел. Сейчас их насчитывается около 3 тысяч, но лишних рук в такой работе не бывает. Если проводить анализ данной работы, то не все так было бы получено, как на документах и по статистике. Так, в рейден анализ свидетельствует, что к охране общественного порядка ежедневно привлекается только порядка 30-40 народных дружинников. Вместе с тем, работа общественных инспекторов дорожного движения народных дружинников практически не стимулируется. Их деятельность финансируется из бюджетов органов местного самоуправления лишь в трех муниципальных образованиях – в Чебоксарах, Новочебоксарске и АЛЛАТРе. И, скорее всего, это одна из причин нехватки таких помощников. Город Чебоксары решением собраний депутатов от 3 мая текущего года смета на содержание народной дружины гор Чебоксар сокращена на 50%. В результате, в настоящее время, количество дружинников в городе Чебоксарске сокращено с 109 до 24 в настоящее время. Придется отметить, что 14 – это женщины, то есть более 58%. То есть можно сделать какие-то выводы по эффективности данной работы. В городе Новочебоксарск народная дружина состоит всего из 9 дружинников. Для города, который числен все более 120 тысяч, конечно, это очень-очень маленькая цифра. В советские времена участие в народной дружине было одним из немногих способов заработать отгул. Сегодня режим работы далеко не такой суровый и единственное, чем можно мотивировать дружинников – материальное вознаграждение. Возможно, муниципальным властям стоит вспомнить об этом при рассмотрении бюджетов на следующий год. Данифа Тагирова, Николай Яковлев, Республика. Национальная политика в таком многонациональной стране, как Россия, имеет основополагающее значение. Однако, по мнению общественности, на государственном уровне ей уделяется недостаточное внимание. По крайней мере, в организационном плане. Все чаще звучат голоса о необходимости создания специальной структуры, ведающей национальным вопросом. Своё мнение о разработке и реализации национальной политики в России высказал и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Те, кто сегодня в нашем многонациональном доме пытается и желает разыграть национальную карту, те, кто начинает делить людей по цвету волос, по цвету глаз, те, кто начинает обвинять в том, что что-то в жизни не так, заработки низкие, на работу не устроиться, винить кого-то, исходя из вот таких националистических взглядов – это люди, которые подрывают основы нашего государства. Это люди, которые не хотят сохранить то, что нам досталось от наших предков. Уникальнейший опыт федеративного государства России. Мы помним слова Экокерины. Сколько народов Россия приняла, столько сохранила. Не переварила, в общем, это на котле. Сохранила. Со своим языком, со своей культурой. Но, кстати, не могу не сказать, когда я в Владихавказе слышу от учительницы средних классов такой вопрос или крик души, что, оказывается, в Северной Осетии не хватает учебников осетинского языка. И там тоже вот такая есть проблема. Конечно, у нас русский язык, язык общенационального общения и межнационального общения. Но ведь язык – это носитель культуры, это носитель традиций. И, конечно, нужно языки знать. Так вот, у нас в России мы сохранили все это. Когда была Великая Отечественная война, я вспомнил как раз такой город Моздок, наверняка вы слышали, на будущий год были 250 лет этому городу, крепости. Под Моздоком свои головы сложили и осетины, и грузины, и народы Дагестана, и аварцы, и резгины, и кумыки, и русские, и евреи, и украинцы, и белорусы. Никто не делил, кто какой национальности защищали все свою великую Родину, нашу страну. Это одна сторона, которая заключается в том, что это непозволительно. В том числе, когда в стране, победившей фашизм, существуют фашистские организации, кто-то вскидывает руку в фашистском приветствии, носит свастику. Это просто позор, это недопустимо. Но! Вот вам другая сторона. Как может быть, что в нашем многонациональном государстве уже почти 10 лет нет ни одного органа исполнительной власти, который бы занимался формированием национальной политики и проведением ее в жизни? Свято места пусто не бывает. И мы видим, что те представители ислама, имамы, которые получили образование в Саудовской Аравии, а они приезжают сюда, и они в мечетях учат другому исламу. И мы видим, что кто-то занимается вот этими вопросами, кто-то насаждает такой оголтелый национализм, а зачастую просто фашизм, а государство делает вид, что это его не касается. Это абсолютно неправильно. Первое требование нашей партии – создать министерство. Хорошо, не хотите, чтобы оно называлось министерство, агентство, служба, как угодно. Но это должен быть не только начальник, потому что формально Дмитрий Николаевич Казаку, вице-премьеру, поручено заниматься национальными и межнациональными вопросами. Но через запятую, дай бог ему отработать по строительству олимпийских объектов, и, конечно, вот это у него будет на 10-м месте. Да, президент создал совет по межнациональным вопросам, но это некий совет. А у нас же наука, у нас замечательные этнографы, у нас есть люди, профессионалы, которые занимаются этой темой. Так вот, будущий орган исполнительной власти как раз и должен привлечь все эти силы. И нужно формировать ту самую национальную и межнациональную политику и проводить ее в жизнь. По последним данным, количество людей с ограниченными возможностями достигает приблизительно 10% населения нашей страны. И, к сожалению, до сих пор существует множество проблем, которые ждут своего решения. Желание быть независимыми и приносить пользу обществу не всегда достаточно для того, чтобы устроиться на работу. Именно этот вопрос обсуждался в ходе заседания по вопросам трудоустройства инвалидов. На сегодняшний день на специализированных предприятиях для инвалидов существует ряд проблем, которые не в силах решить действующая программа поддержки «Доступная среда». Износ оборудования составляет более 70%, производительность труда заметно ниже, а количество брака выше по сравнению с другими предприятиями. Отсюда неспособность конкурировать. Неполная рабочая неделя и минимальная загруженность инвалидов резко снижает их доход. Председатель Республиканской организации инвалидов Юрий Сергеев уже в третий раз выступил с собственным проектом программы создания и сохранения рабочих мест для инвалидов. Главное здесь – техническая модернизация предприятий, а также субсидирование выпускаемой продукции. Одномоментное вливание в виде инвестиций, да, они не всегда могут, ну скажем так, помочь самому предприятию выйти из кризиса. То есть мы можем заменить оборудование, но это не есть гарантия того, что предприятие через три года не окажется в той же самой ситуации, в которой оно находится сегодня. Программа программой, да. Мы можем поддержать на какое-то время, на год, на два, на три. А что дальше, Юрий Евгеньевич? Что дальше будет с этими предприятиями? Ведь износ технологических оборудований в 70% – это очень серьезно. С другой стороны, понятно, что самостоятельно эту проблему обществу инвалидов со всеми своими предприятиями не решить. Требуется помощь государства, частного бизнеса, причем существенная. Нам самое главное, чтобы предприятия стабильно работали. У инвалидов была обеспечена стабильная занятость, заработок, который был бы хотя бы не ниже, чем официальный прожиточный минимум для трудоспособного населения. Это сейчас основа материального положения любого человека, который трудится. Это самое главное. Каким путем пойдет поддержка – это вопрос второй. Это механизм, который должен быть выработан на региональном, то есть на республиканском уровне. Республиканские власти от поддержки не отказываются и даже предлагают такой механизм – включить проект председателя Республиканской организации инвалидов в качестве подпрограммы. Государственную программу «Доступная среда». Таким образом, будет легче консолидировать и силы, и средства. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. В эти выходные чебоксарцев ждет встреча с прекрасным. В спорткомплексе «Спартак» пройдет открытое первенство Приволжского федерального округа по спортивным бальным танцам. Зрители смогут воочию увидеть лучшие танцевальные пары по Волжье. Тем же, кто не сможет дойти до стадиона, не стоит отчаиваться. Наш телеканал покажет данное соревнование в своем эфире в воскресенье 7 октября. Увлекательная латино и грациозная классика. Борьба за призы без видимого напряжения. За всем этим кроются годы усердных тренировок. Чебоксары, которые в свое время уже принимали всероссийское первенство, на этот раз будут встречать лучших юных танцоров по Волжье. Состоящий старт – это первенство Приволжского федерального округа в возрастной категории юниоры 12-13 лет. Это очень сложный и интересный возраст. Довольно-таки сильная возрастная категория. Ребята готовятся заранее к этому чемпионату. И они, в принципе, готовятся для перехода уже в молодежную группу. Их танец промежуточный между детским и молодежным. Как всегда, организаторы подготовили для поклонников танцевального спорта несколько сюрпризов. Главным из которых станет приезд именитой пары из Казани. Традиционно мы готовим красочное вечернее шоу. 29-го в субботу будет в 18 часов проводиться официальное открытие соревнований, которое будет украшать очень известная российская пара, бронзовый чемпион России по латиноамериканскому секвею, то есть по латиноамериканскому шоу, Савинов Илья и Закирова Диана. Смогут ли чебоксарские пары включиться в спор за медаль престижного турнира? По мнению президента Федерации танцевального спорта Республики Сергея Фомина, шансы на призовые места у наших спортсменов есть. Так что болельщики получат не только эстетическое удовольствие, но и заряд положительных эмоций от бескомпромиссной борьбы с участием своих любимцев. Несколько чебоксарских пар очень усиленно готовятся к этому старту. Я знаю порядка трех-четырех пар, которые имеют очень высокий уровень танцевания, неплохие шансы на выход в финальную часть соревнований. Я надеюсь на достойное выступление чебоксарских пар. Этот возраст, он один из популярнейших возрастов нашей Республики. Напомним, завтра в субботу на Красной площади города Чебоксары в 10.30 будет проходить прогулка с врачом. Так называется акция, которую кардиологи Чувашии посвятили Дню здорового сердца. Принять в ней участие могут все желающие. А у меня на сегодня все. Всего вам доброго и удачных выходных. Субтитры подогнал «Симон»!